Их обвиняют в самоповторах, излишнеобразных текстах, а иногда вообще клеймят кальян рэпом. Но всё равно невероятно большое количество людей нажимают на плей под их новыми релизами, даже если эти релизы рассчитаны только на своих. И также с удовольствием крутят счётчик прослушиваний под их старыми работами. Ведь у кого ещё в RuRap есть клип, который стремится к миллиарду просмотров на ютубе? Да, сегодня мы поговорим о дуэте из Северного Кавказа, захватившем слушателей по всей России и миру. Вы можете не знать их, вы можете не любить их, вы можете не понимать их, но вы точно слышали их музыку. И сейчас мы выясним, как их фишки могут сделать ваши биты чуть-чуть лучше. И ставь видосу лайк, если конкретно ты любишь фишки. А мы стартуем. Биты в RuRap отличаются от западных, в том числе какой-то немножко грустной или даже скорее тоскливой ноткой в песнях. Если взять Макана, Рамиля, Дамира или Бугу Руслана, то можно смело выкинуть модный бит с трещотками. Заменить это все гитарой, исполнить у костра и на 100% это будет звучать органично. А вот с Дрейком такой прикол уже не пройдет, потому что там потеряется изначальная атмосфера песни. А вот с Мияги и Эншпилем все сложнее, потому что их также можно исполнить у костра, это также будет звучать органично, но в них нет вот этой Макановской тоски. Их музло тоже может быть грустным, но эта грусть ощущается более светлой. Это может быть из-за аккордов и мелодий, например, как в треке Голгофа или исключительно за счет исполнения. Например, у Макана, на которого я уже кучу рассылался, часто используется прогрессия 1-4. А вот, например, трек «Река» с такой же прогрессией, но другим настроением. А разбирать стиль кавказских философов мы будем на примере трека Голгофа, потому что, по-моему, там куча их характерных приемов. Например, главная мелодия. Она достаточно сложная, чтобы быть интересной, но недостаточно замудренная, чтобы мешать вокалу. Между аккордами в ней есть переходики, а задний план насыщен каким-то текстурными движущимися звуками. А сверху этому подпевает простенькая мелодия на скрипке, которая повторяет ритм аккордов. Которые звучат легко и светло, в том числе из-за прогрессии аккордов. Первый аккорд вообще мажорный, это D-шарп-мажор. Затем идет B-минор и F-шарп-минор. В тональности F-шарп-минор это прогрессия 6-4-1. Но когда появляется вокал, даже скрипка уходит, потому что голос здесь главный. После этого бит не меняется вообще, а спустя только минуту 10 нам показывают те же самые аккорды, которые играют уже на гитаре. И сверху этому подыгрывает небольшая мелодия на фортепиано. И тут же рядом возвращается скрипка, которая становится мостиком к бриджу, в котором уже совсем другие аккорды, еще более светлые и легкие. И появляются низкие струнные типа альто или контрабас, которые в свою очередь уже ведут к припеву. Который ведет уже к аутро, в котором максимально плотный бит завис трек, потому что там просто нет голоса. Гитара в этой части играет арпеджио, у скрипки появляется еще более высокая мелодия. Короче, Мияги и Энди знают, что заканчивать треки нужно красиво. Бит это чистый JD Latime, потому что очень засплингованный хай-хет и кик. И снейр, который иногда бьет чуть-чуть мимо грида. И по звучанию это естественно не трэп, а чуть-чуть примодненный бум-бэп. И раз в два такта к кику прилейрин какой-то более длинный сэмпл кика, который делает бум. А роль баса исполняет риз бас, который просто играет по нижним ноткам аккордов и очень сильно засоречен от кика. Так что в этом бите простой бит и бас, куча разных мелодий. Эти мелодии никогда не играют одновременно и огромное количество места оставлено под голос. И на основе этого самое время написать свой тайм. В котором я сделаю такую же кучу слоев и у меня главными будут фортепиано и электропианино. Прогрессия будет как в Голгофе, но это не должны быть просто аккорды, а нужно какое-то украшательство. Например, D-шарп-мажор и потом вот эта нотка, B-минор и снова вот эта нотка, F-шарп-минор и снова вот эта нотка. Только тут два аккорда подряд одинаковых, так что нужно добавить что-то типа вот так и ту-ту-ду-ду-ду. Если пианино это типичный для меня нуар, то электропиано это пленет-ти из Кейскейпа. По-моему, по звуку он близок к тому, что использовано в Голгофе. На него можно копипастнуть то, что у нас есть на пианино. Покоритм будет чуть-чуть другой, не как у пианино. Можно добавить вот такую штуку, как в самой Голгофе. Что-то типа вот такой быстрый переходик, какую-то переходную нотку. Если между этим и вот этим аккордом я точно знал, что хорошо встанет А-мажор, потому что Д-мажор и А-мажор это родственные аккорды, то вот здесь вот пришлось поискать. Я просто ну типа перебирал ноты, входящие в скейл, строил какие-то разные интервалы и пришел вот к этому. По-моему, звучит неплохо. И отдельно Alt-S для всех вот этих основных аккордов. Как-то вот так. И вот эти все промежуточные аккорды тоже нужно сделать потише и получить в итоге... Отлично. За последние годы мы привыкли, что большинство артистов двигаются от одного подкаста, к инфоповоду, а потом еще и на интервью. Амияги и Эншпиль скорее противоположность такого подхода. Было довольно сложно в сети найти хоть какие-то материалы с ними. А на тех, что я нашел, они ведут себя спокойно и сдержанно. И похоже, что они относятся к исчезающему виду артистов, которые все свои мысли и высказывания помещают в свои песни. А че так можно было что ли? И это, во-первых, вызывает уважение, а во-вторых, создает у них немножко загадочный образ. Мне кажется, что и это в том числе часть секрета их популярности. Нежелание гнаться за чем-то сиюминутным звучит как что-то уникальное в нашей реальности. Особенно показательный момент был в интервью, где Мияги воспринял целый тур концертов с солд-аутом за 80 тысяч рублей гонорара за концерт как просто опыт. Не неудачный опыт, а просто опыт, как возможность чему-то научиться. И это часть их образа или часть их личности, которая отлично дополняет их музыку. У Мияги и Энди как будто бы нет желания занять все наше инфополе. Они просто знают, что когда они выпустят релиз, слушатель придет, послушает и по достоинству его оценит. А Эмиль чешить в сети в поисках максимальной упоминаемости не их стиль. За это их и любят. Ну и за музыку тоже. Скорее даже за музыку чуть больше. А роль движущейся текстуры исполнит вот эта обычная гитара. Копипастим на нее аккорды с электропиано. И чтобы она стала текстурной, у меня есть специальный присед для гитар-рига, который делает вот это. К слову, на электропиано тоже нужно повесить кучу ревера, потому что без шиммера и реверба она будет звучать в моно. А вот так... О-о-о, как все полетело. Вот это ощущение такой светлой грусти появляется, которое вот я хотел добиться. И естественно, это не все слои музыки, потому что на заднем плане у меня будут еще вот такие аккуратные струнные, которые будут просто играть аккорды без всех приколов. Только сделаем вот такое обращение. Даже, наверное, можно как-нибудь иначе сделать им обращение, потому что так слишком очевидно. Вот так. Вот так, отлично. Естественно, это не все слои будет еще музыка, но пока перейдем к чему-нибудь интересному, к биту и басу. Басом будет вот этот серовный риз-бас. На нем без всякого вопендрежа будут просто низкие ноты аккордов. Ну и как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и прямо сейчас я работаю над масштабным дополнением, которое будет бесплатным для тех, кто покупал видеокурс до его выхода, а после выхода обновления цена чуть-чуть поднимется. И чтобы узнать о видеокурсе подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. А для драмок я использовал вот эти паки для сплайса, в них куча всяких разных примодненных бумбэповых звуков. И начать можно со снэра, потому что, казалось бы, что может быть проще, но не совсем так. Ставим точку вот сюда, потом вот сюда, и я думаю, каждый второй снэр стоит сдвинуть на пару минимальных шажочков. Вот так вот. Разница минимальная, но в контексте она будет слышна. Я буду использовать леер из вот этого звука, и вот этого звука, где вот этот, естественно, будет более низастый, а тот более верхастый. Причем вот этот звук еще был более такой мощный, но я его немножко вот так вот подкоротил, и лейтом его немножко подуспокоил. А хай-хетом будет вот этот звук, который вот так вот звучит изначально, но я подкрутил ему лейт и аут, и сделал его, собственно, вот таким. Это из какого-то древнего пака Deadly Drums. Хай-хеты мы, естественно, будем сферинговать гораздо мощнее, и каждый второй, естественно, тоже потише. Например, альт, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. И на первый удар хета можно поставить дополнительный звук. И вот если вот так его воспроизвести, ничего никак не выделяется, но если его подвинуть вправо, либо можно оставить его на месте, и его сдвиг регулировать крутилкой shift. Вот так мне нравится. Потому что как будто крутилка shift позволяет более тонко настраивать, чем передвижение вот здесь. Он будет играть четыре раза за такт. Порт кика будет примерно вот такой вот, но, естественно, сейчас мы его засвингуем. Как-то вот так вот. Если один из драмок будет пересвингован или, наоборот, недосвингован, то тогда не получится общего взаимодействия. А тут именно общее взаимодействие должно быть на первом месте. И поставим вот этот более длинный удар на первый удар кика. Раз в два такта. Вот так. Вот так хорошо. Теперь послушаем мелодию и бит. Ну, побалансировать нужно. Главное, что кач есть, а нам больше в целом-то и не надо. Начнется бит с баса, гитары, струнных и пиано. Только всем им, кроме фортепиано, я автоматизирую громкость сейчас. Ну, точнее, всем громкость, а гитаре именно вот этот фильтр на дистракторе. Чтобы оно так плавно выходило. Тоже какое-то движение такое создаем. В том числе и за счет громкости, и за счет вот этого фильтра. Но перед самым дропом оно у нас... И остается только фортепиано перед дропом. Еще я сюда хочу какую-нибудь бадабум сделать. Да, вот так. Только подвинем его. Вот такой шиммер я на него накину. Но минус в том, что он тут продолжает звучать. И нужно либо после шиммера уже автоматизировать его громкость, либо просто сейчас его заресэмплить. Вот так вот так. Ctrl-Alt-C, enable insert effect, start. Вот такой resample получился. Тут какой-то шум. Давайте его просто отрежем. И вот эту часть мы тоже отрежем. Здесь сделаем такой плавненький хлоп. И вот наш drum fill. И дроп, которому уже ничего не мешает. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места, то прямо сейчас подпишись на канал. Ведь это видео тебя чем-то зацепило. Так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. На гитаре можно нарисовать вот этот длинный-длинный выход из low-pass на протяжении всего парта. Она так начинается, а в конце она будет уже... Вот она раскрывается, появляется. И вот здесь уже где-то можно сделать кусок с гитарой, потому что она в оригинале есть. Почему бы нам ее не сделать? Для этого make unique pattern с пианино. Типичная нейлоновая гитара Ильи Ефимова, на которую мы закинем парт электропиано. Только какой-нибудь переборчик вначале обязательно нужно сделать. Что-то типа... Да, вот то, что нужно. Вот эта мелодия на фортепиано перекликается вот с этой ноткой на фортепиано. Давайте, кстати, к нему перейдем. И вот эти высокие нотки, высокие нотки, перекинем еще на октаву вверх. Что здесь еще можно добавить? Да, вот так. Пусть будет просто такой ту-ду-ду. На ней отлично будет смотреться дилей, шиммер и реверб. И как во вступление, так и сюда отлично зайдет такой шум винила, который я всегда добавляю, потому что я его заресэмплил из RC20 и неправильно написал слово винил. Теперь очень быстро его нахожу всегда. Так его нужно очень сильно убавить. Чтобы он только ощущался на заднем плане. Вот так, хорошо. Также кидаем его сюда же. В эту часть я еще добавлю перклуб, который я сделал для какого-то своего бита, сохранил его, а теперь постоянно использую. Вот так и... И вот то же самое, только бадабум сейчас все начнется. И дальше уже пойдет бриджик, в котором другие аккорды, так что мы икьюничим фортепиано. И вообще забавно, что весь бит звучит одно и то же, но вот есть буквально пара кусков, где меняется вообще все, как будто бы они нужны только для того, чтобы немножко вернуть на себя внимание слушателя, так сказать, его внимание освежить. Я заранее знаю, какую я хочу сделать прогрессию аккордов, и она должна быть еще более светлой, чем все остальные, так что в ней будет больше мажора. Первый аккорд будет тем же самым D мажором, потом сразу поет F шарп минор, потом у нас будет A мажор, C шарп минор, E мажор, да, вот так E мажор, и снова D шарп минор. Можно было бы это сыграть, но я не хочу, я просто расставлю мышкой. И вот в этих местах я хочу сделать переходики, только не охота париться, так что я просто сейчас найду какую-нибудь ноту, которая будет прикольно здесь звучать. Да, отлично. И просто сыграю ее на октаву вниз, например. Вот так. А если вот это все переместить наверх, мне интересно, что будет. Да, так лучше. А вот так оставим. Да, отлично. И теперь все эти аккорды у нас будут играть еще и струнные, типа А если на октаву ниже? И можно придумать какую-нибудь верхнюю мелодию на скрипке. Да, то, что нужно. Бас тоже будет играть просто по нижним ноткам аккордов. Только этот кусок будет длиться долго. И вот здесь, наверное, баса не будет. Не будет еще. Нет, гитара будет. Не будет вот этих струн. И снова сюда мы ставим винил и вот этот перк. Здесь уже начнется бит. Да, вот так хорошо. И гитаре тоже мы нарисуем. Здесь так вот будет играть. И вот здесь вот мы сделаем вот такую вот штучку, типа разгончик. Только вот в этом месте уже нужно убрать перк. И тут снова бадабум. Все, почти как в начале. Мы сделаем аутро не таким жестким, как в оригинале. И чтобы вот здесь не было этого хвоста гитарам и просто вот так вот оп и опустим. Все, бит готов. Если это видео или бит понравились, то ставь видосу лайк. А полную версию бита можно будет послушать в моем телеграм-канале по QR-коду на экране или по ссылке в описании. А проект я выложу у себя на Boosty. Вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет новичкам, к которому скоро выйдет большое дополнение. Узнать подробнее у меня ссылка в описании. Также подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok